К сожалению, не очень хорошая новость сегодня, потому что Хизбалла ударом противотанковой ракеты выстрелила в очень такую интересную и уникальную мечеть на севере государства, в которой были ранены несколько паломников, которые пришли в эту церковь помолиться на Рождество. Был среди них и один более 80-летний пожилой человек, который был тоже ранен вот этой ракетой. К сожалению, и это, конечно, церковь видна абсолютно нормально, хорошо, и нет абсолютно никаких красных черт, которые бы придерживался какой-то игрок у нас, как бы в нашем регионе, это Хизбалла или Хамас, и для них ничего святого практически не существует. К сожалению, это так, но, надо сказать, был быстро очень организован процесс эвакуации, так что надо надеяться, что все будут живы и здоровы в конечном счете. Вы знаете, вот главнокомандующий Валерий Залужный вооруженными силами Украины, он когда поздравлял украинца, он сказал так, что Рождество – это большой праздник надежды и веры, веры в победу, света над тьмой. Давайте, говорит, в эти дни почтим тех, кто сейчас не рядом, кто отдал свою жизнь за нашу страну, за правду и за свободу. Мне кажется, эти слова можно не только украинцам адресовать, но и народу Израиля, собственно говоря, что я и делаю. Вы знаете, да, я согласен с вами, абсолютно необходимо как-то даже поддержать Израиль, если хотите, потому что мы все тут ходим со страшным камнем на душе, начиная с 7 октября. Это был акт чистого геноцида, это сейчас расследуется израильской полицией, и уже как бы все факторы геноцида налицо. Надо напомнить, что это самая длительная война Израиля, начиная после войны за независимость. То есть мы воюем уже 81 с половиной день, это больше, чем война Йом-Кипура, это больше, чем Ливанская война первая, это больше, чем все наши войны, которые были до сих пор, не считая, конечно, войну за независимость, которая шла год. Но многие говорят, что это не закончится даже на годе, это будет даже гораздо больше. У нас уже погибло количество солдат, которые соизмеримо с потерями в шестидневную войну и в Первую Ливанскую войну. До Йом-Кипура, к счастью, мы еще не дошли, но, как говорится, еще далеко все впереди, потому что самый главный наш враг, Хизбалла на севере, он еще далеко-далеко не повержен. Те 150 погибших, о которых они заявляют сами, то это еще такая очень малая часть того, что у них есть. Но даже при всей мрачности есть хорошая новость. Неожиданно погиб помощник бывшего командира Ксира в Сирии, генерала Сулеймани, погиб генерал Мусауи, который был ответственен за всю подготовку и цепочки логистики и вооружения всех шиитских милиций, включая Хизбаллу, на территории Сирии. Вот это тоже какой-то подарок. Он, между прочим, получил разрешение стать шагидом, то есть мучеником за ислам, и он его получил. Что значит неожиданно погиб господин Богот? Ну, я не знаю, там какие-то военно-воздушные силы, может быть, это даже какие-то российские самолеты нечаянно или по ошибке бросили бомбу, или бомба упала даже, оторвавшись от своих кронштейнов, прямо на его дом, там, где он жил в районе, шиитском районе, около Дамаска. Ну, в районе Дамаска. И он погиб со всем своим штабом. Это именно тот человек, который был ответственен за всю подготовку и финансирование, и цепочки логистики, которые шли через Иран, Ирак, Сирию и доходили до Хизбаллы, в конечном счете, в Ливане. Но некоторая часть оставалась и для шиитских милиций в самой Сирии. Напомню, что в Сирии сегодня практически очень полноценное присутствие шиитских милиций, которые поддерживаются напрямую вот этим Ксиром, корпус стражей исламской революции, его внутренним подразделением Эль-Кудз. Эль-Кудз – это Иерусалим, это имя Иерусалима, между прочим. Так они называют внутреннюю службу, которая готовит, я бы сказал, мировую революцию шиитскую, если хотите. Мы знаем это, если вы помните, были страшные теракты в Аргентине и в посольстве Израиля, и в доме еврейской общины, ну, практически они не различают между евреями в мире и израильтянами. Для них это знак равенства стоит. И вот буквально сегодня был взрыв около израильского посольства в Индии. Так что это по-настоящему глобальное противостояние, которое еще будет, надо будет решать и в будущем тоже. То есть и в Ливане, конечно, что будет с Хизбаллой – это большой вопрос. И что будет вообще с этой раковой опухолью Ирана, который практически поддерживает все вот эти вот террористические группировки на Ближнем Востоке, начиная от хуситов, и если, да мы вот воюем против симптомов, если оставить Иран на своем месте, на своей позиции, Иран как ось зла, Иран, Россия, Северная Корея, то практически ничего не изменится. Через 5-10 лет снова будут его посланники делать то, что Иран захочет, чтобы они делали. Ну даже в секторе газа конец войны не близок. Это цитата, это не я говорю, это говорит премьер Нетаньяху. Несмотря на призывы США, Франции, Германии, Израиль усилит наступление на Хамас. Об этом заявил израильский премьер. Мы об этом поговорим сегодня обязательно, чуть-чуть позже. Просто мои зрители, господин Бобот, не простят меня, если одной из первых тем мы с вами не обсудим информационную бомбу, которая взорвалась в украинском, так сказать, медиапространстве. Все из-за законопроекта, который предлагают в Верховной Раде об ужесточении мобилизации в Украине. Я вас попрошу прокомментировать, я сейчас объясню основные тезисы, но попрошу вас прокомментировать именно с точки зрения Израиля. Как это у вас, как воспринимается такое понятие, как призыв на войну в вашем обществе. Вот смотрите, что предлагают Украине, что предлагает правительство украинцам. Значит, в следующем году планируют мобилизовать еще полмиллиона человек для войны против российских оккупантов. С одной стороны, мобилизация и раньше не прекращалась, но теперь очень сужается список тех, кто может не служить либо по состоянию здоровья, либо по каким-то причинам, которые дают отсрочку. Значит, во-первых, силовики и правоохранители, которые раньше имели бронь, теперь много из них могут быть мобилизованы. Из тех, кто не мог был призван быть по состоянию здоровья, тоже список очень сокращается. Пригодными станут даже люди с инвалидностью третьей группы. Что это такое? Это, например, с ампутированной конечностью или даже одним глазом. Но там есть определенные нюансы свои. Также второе высшее образование не будет отсрочкой. Повестки могут стать электронными. И вот это все запихнули в один документ, который, конечно же, не факт, что еще будет проголосован именно в такой редакции, но уже в украинском обществе вызвана определенная паника, недопонимание. Сейчас власть пытается все это объяснять. Вот это ужесточение мобилизации с точки зрения Израиля. Какие, скажем так, насколько общество, оно в целом, особенно мужское население, задействовано в этой войне? Насколько ограничены категории тех, кто не попадает, скажем так, под службу? Я вам дам развернутый ответ, потому что я, как директор гимназии, шестилетней гимназии от 12 до 18 лет занимаюсь вплотную этим вопросом. И по закону, по основному закону армии обороны Израиля 1052 года, каждый гражданин Израиля, достигший 18 лет, мальчик и девочка, должны служить в армии. Соответственно, мальчик 3 года, девочка 2 года. До 7 октября, то есть до 6 октября включительно, по указанию или, если хотите, по приказу начальника генштаба, этот срок был, они скашивали его из-за количества, как бы, мобилизованных примерно на 2 года и 8 месяцев у мальчиков, и на годы 8 месяцев у девочек, то есть примерно так. Кроме необходимых таких должностей, я вам дам, допустим, такую квалификацию, которая достигается через полгода или 7 месяцев обучения. Допустим, люди, которые разбирают, мы называем их, расшифровывают артофото, то есть аэрофотоснимки, вот такие, там идет длительный курс, подготовка, и поэтому их держали уже 3 года, и девочек тоже самое. Теперь каждая гимназия имеет, как бы, 3 даты, в которых 11-классники, то есть это 17, от 16,5 до 17,5 лет, они идут, то, что называется, на первую повестку. Я вам хочу сказать, что проценты, они 99-98% детей идут на первый призыв, это первые проверки, это продолжается год подготовка к армии, то есть целый год идут проверки, там психотесты, различные такие встречи с психологами и так далее. И в конечном счете мальчик или девочка получают 3 параметра или 4 параметра, если хотите. Медицинский профиль, ну так это в Израиле называется, медицинский профиль, который выдается двумя цифрами, от 21-го до 97-го. 97-й самый высокий без ограничений, и дальше идет вниз, ну неважно, это детали. Значит, медицинский профиль, потом получается там, как бы, когнитивная оценка, я хочу как можно более понятно объяснить, тоже оценка от 10 до 90, там оценка уровня языка дается, и общая, как бы, мотивационная оценка служить в армии. Исходя из вот этих вот данных, потом производятся еще, как бы, тесты более узкого направленного психологического характера. В 12-м классе, то где-то примерно полгода, 8 месяцев после вот этого первого призыва в армию, первых проверок, выдается каждому новому солдату будущему, то есть абитуренту, если хотите, ну как в университет, выдается ему список тех должностей, на которые его данные подходят. И каждый солдат выбирает, по-настоящему выбирает, там 4 опции. И самое интересное, что в армии обороны Израиля, если, конечно, человек не, мы говорим, как бы, он немножко думает о себе слишком высокого уровня, а на самом деле его проверки немножко ниже, но тогда это тоже, как бы, психологи работают над этим, чтобы снизить уровень ожиданий. Но в принципе 75% наших детей получают одну из четырех возможностей, которые они сами обозначили. То есть это практически дает этому солдату будущему очень высокую мотивацию к службе. И даже те проверки, которые говорят, если бы не было закона о всеобщей мобилизации, пошел бы ты в армию, то тоже 90 примерно процентов отвечают, что да. Есть два вида населения, которые не идут в армию по закону. Это ультра-ортодоксы, ультра-религиозные. Хотя сейчас они идут добровольно. Очень высокие проценты примерно поднялись на 3000%. И из-за войны вот эти ультра-ортодоксы, которые никогда не служили, вдруг начали понимать, что у них общая судьба. И арабское население, но снова арабское население делится на несколько подгрупп. Христиане в большинстве в своем случае идут добровольно. Христиане-арабы имеется в виду. Они себя, между прочим, уже арабами не называют. Они говорят, что они арамейцы или марониты, или называют себя различными конфессиями, что тоже очень хорошо. У меня даже мой бывший курсант, он уже подполковник. То есть они достигают высоких, высочайших должностей. У них нет никаких ограничений. Они говорят дома по-арабски, но они христиане. И, конечно же, огромное количество друзов, которые идут по закону, они не освобождены. Они идут также по такому же закону, как и еврейское население. И бедуины, которые тоже арабы-мусульмане, но они тоже идут в большинстве своем, большинство племен идут в армию, идут в суперэлитные спецподразделения. Единственное население, которое как бы в общей сложности не идет в армию, это мусульмане. Арабы-мусульмане. В Ивраиле 99% арабов это мусульмане. Но тоже и среди этого населения после этой войны поднялся небывалый бум добровольного, я бы сказал, добровольства в армию или в другие гражданские службы. Там Красный Крест или там помощь в больницах и так далее. Поэтому как таковой проблемы, я бы сказал, отлынивания от службы нет. Я вам скажу даже такой пример. Даже те дети, которые больные или не больные, если они или аутисты, или даже они асбергеры, они тоже идут добровольно в армию, потому что их армия не берет. И, конечно же, есть медицинские предпосылки, по которым не берут в армию. Там какие-то проблемы с сердцем, большие аллергии. Вот, допустим, если... Вы знаете, даже детей, у которых сахарный диабет, то, что называется детский сахарный диабет, которые не подвергаются призыву, они идут добровольно. Они могут добровольно подписаться, конечно, что они ответственные. Там родители, конечно, есть там. И их ставят на тыловые должности. И они, между прочим, зачастую делают очень хорошую службу. Я вам хочу сказать, что у меня в моей практике, когда я был командиром бригады связи генштаба, у меня был мальчишка, который заболел в детстве полиомелитом. И он был полный инвалид, сидел в кресле, но голова у него работала как, буквально, я не знаю, ну, как компьютер. И он не был призван, потому что, ну, конечно, ну, как на кресле, на инвалидном кресле идешь в армию. Вот он, этот мальчишка, начиная с 18 лет, когда его не призвали, из-за негодности медицинской, он начал это самоатаковать генеральный штаб. И в конечном счете подал в Верховный суд про справедливости, о том, чтобы его взяли в армию. И я вот как-то получаю телефон, там мой командир говорит, слушай, у меня тут какой-то сумасшедший мальчишка, он на кресле, ему уже 20 лет, потому что я весь этот процесс взял более двух лет. Он хочет, как бы, пойти служить, а я тогда уже служил в генеральном штабе, ну, там не было полевых условий никаких, кроме некоторых подразделений моих, которые были расположены вне Тель-Авива. Он говорит мне, возьми его, дай бог, пускай он отслужит свою добровольную, там, годы. И, как бы, так вот, я вам хочу сказать, что этот парень остался на сверхсрочную, дослужился до звания, там, прапорщика. И он был начальником отдела кадров, на последней должности начальником отдела кадров, заместителем начальника отдела кадров вот этой коммуникационной бригады генерального штаба, которая там включала 500-600 человек кадровых военных и еще 400-500 резервистов. И я вам хочу сказать, что он помнил всех вот этих людей почти наизусть. Я был все поражен. И работа командиров бригады, и моя, и после меня еще троих, пока он не ушел, как бы, в отставку, ушел, как бы, на гражданскую, они работали с этим человеком постоянно, каждый день он давал такие данные, он печатал руками, несмотря на клавиши, в общем, он был незаменим. Так вот, таких случаев полно. И аутисты идут вот в это спецподразделение ВВС, которое расшифровывает аэрофотоснимки. Оказывается, что у этих детей есть суперсенситивность к изменениям деталей. И вот когда они смотрят на два снимка, они тут же улавливают разницу между этими снимками. И поэтому в таких вот подразделениях разведки, связи, компьютеров и так далее, есть очень много детей, которых бы в другом месте никогда бы в жизни не взяли ни в какую армию. Но Израиль – это по-настоящему армия народа. Поэтому мне трудно, как бы, сказать, что должно быть в Украине. Естественно, Украина, по моему мнению личному, вы понимаете, если я даже готов пойти в вашу армию служить, но я бы как бы с удовольствием. Но с другой стороны, я понимаю, что не все могут, не все хотят. И нужно, да, нужно какую-то сеть, какую-то правильную сеть. Если сеть будет правильная со стороны армии и закона, то я думаю, это будет подходить большинству населения Украины. И, естественно, эта проблема будет решена, если она вообще проблема. Может быть, сегодня из-за войны, наоборот, у вас есть большой наплыв добровольцев и людей, которые, да, хотят служить и которые готовы, как говорится, положить даже голову иногда, если надо. Вот сейчас у нас публикуются письма погибших, которые пишут по-настоящему. Это резервисты, между прочим, иногда 45-летние, не только молодые. Они пишут, что даже если бы это был снова, у них как бы письма, которые они пишут заранее. И когда они погибают, эти письма публикуются, потому что это как бы оставляется завещание. Вот они пишут, вот сегодня опубликовали письмо 25-летнего танкиста, который написал, мои родители, давайте продолжайте жить, потому что я знаю, что если вы читаете это письмо, я погиб, но я бы ничего не сделал по-другому. Поэтому, когда ситуация такая, как у нас в Израиле, в котором все понимают, это ситуация, в которой как бы у нас нет никакого выхода, кроме как продолжать эту войну, которая затягивается, которая становится затяжной, партизанской, трагической во многом. Началась она страшным ударом, страшным кризисом. У нас нет возможности. Сейчас идут бои на севере Газы за последний оборонный район, там, Бурч-Туфах, это последний там батальон на севере, который уже как бы Израиль имеет оперативный контроль, но они немножко поменяли свои действия, потому что у них уже нет таких ударных групп, больших, ротных или отделенных. Они атакуют все больше маленькими группами, особенно противотанковые ракеты, снайпера. И продолжаются наши действия на юге сектора. Это Хан Юнес, тот же, и центральные лагеря, тоже продолжается, даже расширяется наше движение на юг. Именно в Хан Юнесе, скорее всего, находится главный штаб, вот это вот такое гнездо, в котором, скорее всего, находится и верхушка Хамаса, и наши заложники. Давайте про заложников, господин Бабот. Вот отдельно, тут у меня просто есть несколько новостей, которыми я хотел бы поделиться с нашими зрителями. Закрывая тему вот с этой мобилизацией, да, и законопроектом, который вот сейчас так широко обсуждается в Украине, один из бывших народных депутатов Украины, Игорь Луценко, предложил, ну, он, кстати, бывшие народные депутаты у нас не под бронью, то есть они все равно могут быть призваны, и он говорит, что, вот вы понимаете, обращаясь к своим коллегам нынешним парламентариям, он говорит, это законопроект очень непопулярный, его надо будет там принимать, и вот для того, чтобы быть честным, честными со своим народом, говорит он народным депутатам, вы должны сами показать пример, и, возможно, тоже присоединиться к тем, кто отправится на фронт. Он говорит, вот смотрите, вас 450 человек, да, даже если каждая фракция даст 10%, допустим, не знаю, жребием решить или добровольно, 10% от каждой фракции тоже идет, значит, служить в поля. Это поможет людям понять, что, как бы, их не используют, да, что власть не оторвана от людей, и вот я это прочитал, и звучит так достаточно разумно. Вот в Израиле, как я понимаю, со службой среди чиновников, и высокопоставленных, там, военных проблем нету, да, я слышал, что и дети, и президента, и министров, если я не ошибаюсь, сейчас воюют, кто-то даже уже погиб. Да, да, к сожалению, вы абсолютно правы. Начиная от президента, главы правительства, всех высокопоставленных министров, или они сами уже служат, если они достаточно молоды, и их дети, в том числе и, допустим, сын Айзенкота, бывшего начальника генштаба, сегодня министр военного кабинета, который управляет этой войной. Вообще там была страшная трагедия, его сын погиб, когда он был как раз в штабе Южной дивизии, когда он принимал, как бы, доклады командира Южного округа и командира дивизии «Газы».